Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Здесь уже заранее всячески вам выражают благодарность за то, что вы у нас в эфире. Сейчас Триумфальная площадь всячески разворачивается в Москве. Неубиваемый бренд, судя по всему. История ее никак не заканчивается. Как вы считаете, все-таки это как-то само отвалится? Или люди будут продолжать выходить на Триумфальную площадь и никакими запретами и разгонами ничего с этим не сделать? Все даже гораздо хуже, чем вы и думаете. Говорят, что история, она первый раз трагедия, второй раз фарс. А наше протестное движение, у него своя формула. Один раз это была действительно трагедия и драма. А второй раз, простите, это бренд уже. А между трагедией и брендом дистанция огромного размера. Поскольку теперь Триумфальную площадь решительно оставили в руках изобретатели этого бренда. Все остальные отвалились. Кто на него претендовал? Эдуарда Лимонова. То в его руках идея борьбы за свободу собраний, учитывая прекрасное содержание лимонки, бэкграунд замечательного изобретателя и обещание, данное в той же лимонке, что те выборы, на которых мы победим, будут последние, а также ориентировки на Дуччо, то есть на Муссолини, на Гитлера и на деятелей советского правительства, первого ленинского, для молодых товарищей уроки. Все это делает акцию не только бесполезной, но и вредной. Но это ведь протест в чистом виде? Не бывает протеста в чистом виде. Это так только думают некоторые наивные хомяки, которые шляются миллионами налево левый фронт, направо фашисты, они в середине. Протест бывает за что-то и против чего-то. Не бывает неконкретного протеста. За свободу собраний? Нет, свободы собраний тоже не бывает вообще, потому что однажды вот собрались свободно знакомые нам ребята в Мюнхенской пивной, и вот с этой свободы собраний в Мюнхенской пивной начались очень большие неприятности. А потом примерно того же класса ребята, только не коричневые, а красные, собрались и устроили Октябрьский переворот, тоже довольно свободно. Свобода собраний в рамках Конституции, в рамках Декларации прав человека, и в рамках Пакта о гражданских и политических правах. Для тех, кто исповедует нечеловеческие идеалы, не бывает свободы собраний, а то, кажется, мы скоро предоставим свободу каждому устраивать свою частную газовую камеру. Подождите, то есть получается Конституция не для всех? Конституция для тех, кто действует в ее рамках, для тех, кто действует в рамках гуманных человеческих понятий. Конституция, кстати, имеет очень много сдержек и противовесов, все предусмотрели те, кто ее писал, Олег Румянцев в частности. Там есть приличная такая хорошая статья, 17 пункт 5, где запрещается агитация с целью разжигания национальной и социальной розни. Под эту статью, которая заменяет люстрации, подпадают как раз вот все эти наши хорошие знакомые. Красные, Коричневые, Анпилов, Лимонов и прочая нечисть, которую Достоевский называл бесы. Ну, Пушкин примерно так же называл. То есть, получается, вам и нынешний вид 282-й статьи должен нравиться? Нет, мне не нравится этот вид, и мне не нравится ее применение. Сажать людей за глупости, которые они говорят, неразумно. А просто не надо давать им выходить на улицу? Пусть выходят на здоровье на улицу, но я с ними рядом не встану. Проблема не в том, что Лимонов выходит на улицу. На здоровье имеет полное право. Пусть Лимонову отпишут Триумфальную площадь, место кормления. Пусть она ему принадлежит частным образом. И пусть он на ней живет в палатке. Я не возражаю. Я возражаю против того, что в это мешали все остальные. Надо как-то отделять пшеницу от плевел. Проблема наших последних шагов, наших хомяковских. Мы же хомяки с вами. Кто скажет, что я не похожа на хомяка? Я даже похожа на целого суслика и на морскую свинку. Я человек мирный. Не надо нам мешаться с хищниками, с хорьками, с куницами, с лисами. Вот с такими, как Лимонов, Удальцов. У них своя свадьба, что соответствует нашим похоронам. И наоборот. Пожалуйста, пусть лимоновцы на здоровье хоть целый месяц сидят на Триумфальной площади. То есть никакого консолидированного протеста и объединенной... Никакого консолидированного протеста против зла с носителями того же еще худшего зла быть не может и не должно. Сейчас прервемся буквально на одну минуту. Никуда не уходите. И напоминаю, что в программе «Особое мнение» сегодня выступает Валерия Новодворская. Мы скоро к вам вернемся. Продолжается программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает Валерия Новодворская по поводу протеста и того, кому как разрешают на него выходить. Власть вообще не имеет права вмешиваться. Надо про русский марш поговорить, потому что пройдет он в центре Москвы. И организаторы решили провести акцию в центре Москвы. Власти позволили им это сделать. И вот, собственно, русский марш в центре столицы разрешенный. Да, если бы этот марш назывался антисоветским маршем, было бы почище шашлычной или чебуречной. Наверняка бы запретили. А вот русский марш, они наверняка разрешат... Уже разрешили. Меня волнует только одно из этого русского марша. Что у нас, во-первых, режим профашистский. Во-вторых, его вокруг бегают нацисты с кинжалами в зубах. И к этому уже давно привыкло. Меня интересует только один человек. Меня интересует Алексей Навальный. Я уповаю на то, что он туда не пойдет. Извините, а при чем здесь Алексей Навальный? Это совершенно другие люди устраивают. Я понимаю, что устраивают другие люди. Но до сих пор, до сих пор, несколько раз Алексей Навальный ходил на русский марш. Я надеюсь, что он что-то усвоил. И не пойдет. Тем более, что я поспорила на бутылку шампанского. Теперь уж точно не пойдет. Просто из уважения к вам. Что он чему-то научился. И понятно, что он популист. Но все-таки он так походил по интеллигентным кругам. Должен был сообразить, что он гробит свою репутацию на много десятилетий вперед. Надеюсь, что он туда не пойдет. А московские власти свою репутацию никак не гробят? У московских властей нет никакой репутации. Вообще у наших властей нет никакой репутации. Жулики и воры это еще самое ласковое, что можно о них сказать. Вы не слышали, что недавно сказал Владимир Владимирович Путин. Комет же не хватает, чтобы обеспечить нам скорейший конец света. Кометы задерживаются. Поэтому наш МИД что-то вякнул на эту тему. Что если, не дай бог, хотя бы один турок окажется на сирийской территории с Ятаганом. То вместо того, чтобы пожать плечами. Потому что нас это ни в коей мере не касается. Мы начнем войну с Турцией. Вкупе с НАТО. И пожалуйста, вам искомая Третья мировая война. Вы желаете из-за этого умирать? Я, например, не думаю, что планета должна погибнуть по этому поводу. По поводу этого совершенно неисправимого, безумного политиканства. То есть второй Карибский кризис будет. Наша власть, от нее исходят импульсы бездарности, безумия, бессмысленности. Ну, грести денежки они умеют. Вот сейчас Газпром погребет кое-что с ТНК БИПИ. Хотел бы я посмотреть поближе на топ-менеджеров этого концерна. Не срамно ли им участвовать в подобных сделках? И не стыдно ли им? Валерия Ильинична. Поэтому о власти можно уже не говорить. Мы их зачеркнули. Мы их назвали. Эта власть нам не нужна. Меня больше интересует, что мы можем выставить в чистом поле. Давайте вернемся тогда к протесту и к тем, кто попытался что-то выставить в чистом поле или не в чистом поле. Болотное дело развивается, продлеваются аресты фигурантам. Отдельно есть истории с похищениями, не похищениями. Ну, в общем, просит вас прокомментировать вот эту историю с болотным делом. И там отдельно еще историю с господином Развожаевым. Болотное дело, оно и есть болотное. Это курам насмех, что кто-то на закованного как танк в каску, в шлем, в щит, только что скафандра не хватает. Вот ОМОНовцы замахнулся там куском штукатурки или куском асфальта, и от этого ОМОНовец сразу потерял здоровье и требует бюллетеней. За это надо судить, как за массовые беспорядки. Но люди-то сидят. Да, люди сидят. Это свидетельствует о безумии власти. И знаете еще о чем? О том, что это глубоко советская власть. Западные власти привыкли к таким вещам. Все время бегают какие-то демонстранты, ломают там какие-то решетки, бросают дымовые гранаты, фаеры. Полиция их лихо разгоняет. Потом они считают раны, там, кому нос разбили. Товарищей считают. Нет, ну, как-то это не вызывает ни у кого желания немедленно всех посадить. У нас власть советская не привыкла к тому, что кто-то выходит на улицу вообще. Ну, ходили несчастные диссиденты. Я ходила лично на пушку. Так ведь нас даже не дожидались, чтобы трое собралось. Вот снимешь шапку, знак 10 декабря, в день прав человека, тебя сразу уволакивают. То есть на нервной почве срыв. А вдруг соберутся 10 человек и возьмут Кремль. И здесь то же самое. Для них это шок. Тысячи человек. 10 тысяч человек. 100 тысяч человек. Это такой шок, что они устроили эту давку. Хорошо, что не подавили там всех демонстрантов, а то могла бы получиться вторая ходынка, только без пряников и платков. Или вторые похороны Сталина. Вы знаете, вот на похоронах нынешних руководителей государства, почему-то у меня есть такое ощущение, никто давиться не будет. Вот пусть они об этом подумают, что никто их хоронить не пойдет. А эффект был бы такой же. Естественно, все, кто сидит, они сидят абсолютно не за дело. Но с отмоновством никто не откусывал. Убитых нет. Раненых тоже нет. Пока они хватают в основном молодежь. Потому что им кажется, что это им сойдет с рук. Эффект пусси-райт. Ерофеева они тогда еще побоялись посадить. И Самодурова назначили штраф. А девочек, точеньких, никому неизвестных девочек, они решили на них отвезти душу. Ну, то есть, получается, что там Навального, Удальцова они боятся посадить, а там Разважаева. Даже этого боятся. Или там зимина, они трусливые. Они не боятся посадить. Понимаете, это не волки, это шакалы. Наша власть состоит из шакалов табаки. И никакого шерхана там нет. То есть, бояться на самом деле некого. Вот смотрите, это еще и принцип разделяя и властвуй. Вот одного посадим, и пусть у него в организации подумают. А почему другие на свободе? То есть, для них Навальный – это слишком жирный кусок. Они боятся. А вдруг, что подумают на тем, где притянул трезво царь в уме уничтожать? Монтью, зачем же исправить было резюме? Это я уже Евтушенко цитирую. Казанский университет. В 70-м году написано, я в Лефортово читала. Магницкий понял верно должность, легко понять и дуракам. Исправить – это уничтожить. Но только не под барабан. Но вся эта история выглядела бы героически, если бы герои были нормальные. А у нас нет нормальных героев? Нормальные герои, как правило, туда не таскаются. В такие места и в организации типа Левого фронта не вступают. Смотрите, что получается. Снят провокационный фильм. Причем один и тот же провокатор, он уже и в Беларуси засветился. Он не только провокатор, он мошенник. Он про хвост. Обещает то, что не может сделать изначально. Никого не представляет, ничего не имеет. Хвастается знакомством с олигархами. И надеется отстегнуть себе 10-20 тысяч. Обещать может все, что угодно. Понятное дело, что никакой государственной измены здесь нет. Да еще в кредит, понимаете? Государственная измена в кредит. Но мы что, мы исходим из того, что вот все то, что показано, это правда? Я из этого не исхожу. Я задаю себе вопрос, из чего исходит миссия Удальцов, когда дает такие показания, что это были люди Лебедева, что его с ним свели. И они сделали этот фильм документом следствия. Если бы они сказали, что все фальшивка с первого до последнего кадра, не могли бы употребить эту пленку ни для чего. Только чтобы цветы в него завертывать. Зачем было ходить в Следственный комитет и давать против себя дурацкие показания? Зачем было бежать на Украину срочно? Ну, бежать-то надо классиковичом этой организации. Бежать надо в Финляндию, в разлив, в шалаш мемориальный. Зачем надо было бежать на Украину, просить политическое убежище, а потом давать фальшивые показания? Вот и еще врать по поводу пыток. Потом выяснилось, что пытки – это нестерпимое психологическое давление. Мы, диссиденты, с этим часто сталкивались. Как кто предаст, так сразу начинает говорить про пытки. Не посмел бы, потому что все знали, что к политзаключенным, окромя как в Грузии, у Шеварназы, никто никаких пыток не применяет. Так один придумал, что его следователь загипнотизировал. В чем выражался гипноз? Потом оказалось, что на него пристально смотрел. Нельзя оправдывать свою трусость таким способом. И предатели явно не стоят того, чтобы роман Доброхотов писал явку с повинной. Это совершенно была идиотская затея для нашего Следственного комитета написать тысячу явок с повинной. И они все тупо будут это изучать и вставят в это дело. И дело тогда приобретет уж такую убедительность. У них чувства юмора нет. Понимаете, вся эта кампания выглядит даже хуже, чем их прародители и примеры для подражания. Хуже, чем те первые большевики. Валерия Новодорска в программе «Особое мнение». Еще одна тема. Совет Федерации сегодня одобрил закон о госизмене и гостайне. Теперь в Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью «Незаконное получение сведений, составляющих гостайну». При этом она будет предусматривать ответственность, даже когда получение засекреченных сведений не является шпионажем и госизменой. И расширен список тех, в интересах кого может быть совершена государственная измена. Предлагается включить туда международные организации. По мнению законодателей, иностранные спецслужбы используют их в качестве прикрытия или непосредственно для получения секретных данных. Чем грозит подобный закон? Ну, понимаете, это по галичу все. Параноики пишут нолики, а шизофреники вяжут веники. Это как раз про этот закон. ООН, деятельность в пользу ООН составляет государственную измену. По-моему, проще взять адресную книгу или телефонную, взять новую газету, положить возле себя, почитать фамилии всех, кто грани, почитать всех фамилии всех, кто критически относится к власти, кто ее не приемлет, и всех посадить сразу. Зачем законы выдумывать, если цель заключается только в этом? Я, например, этому государству изменила еще в 68-м году. И с тех пор ООН, прямо скажем, не улучшилась. Сейчас сделаем перерыв буквально на 3 минуты. Никуда не уходить. Особое мнение с Валерией Новодворской скоро продолжится. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает Валерия Новодворская. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Тут очень много вопросов от наших слушателей. Татьяна Фельгенгауэр, знаете, есть противоядие от этого их закона. Оно, кстати, содержится сначала в Конституции. Я говорю, что там много ловушек для таких вот законодателей содержится, для наших шакалов. Что приоритет перед нашими законами имеют международные документы, подписанные страной в случае конфликта. Тот же пакт о гражданских и политических правах и декларация прав человека. О декларации прав человека, в ней, в этой декларации прямо сказано, что 18-я статья, по-моему, «Свобода передавать любую информацию независимо от государственных границ получать, распространять и передавать». Так что то, что они там написали, это я могу перевести прямо в стрелке на Юлия Кима. А бумажечку твою я махорочкой набью. Предлагаю всем сделать то же самое. Не читайте вы их бумажки, которые выходят за рамки Конституции и за рамки международных пактов, подписанных страной. Хотите сотрудничать с ООН? Сотрудничайте. Хотите сотрудничать с ОБСЕ? Сотрудничайте. С ЦРУ, по-моему, сотрудничать не имеет смысла. Я как-то не вижу пользы от деятельности этой организации. Приложение к России, к СССР осталось у меня приличный. Вот буквально начиная с 1969 года, как я это наблюдаю, по-моему, эта организация даром бабки получает. Вот, да, такие прикладные советы от Валерии Новодворской. К вопросам наших слушателей. Очень многие просят вас прокомментировать результаты выборов на Украине. Спрашивают, с чем связаны подобные результаты. Например, Дмитрий спрашивает, значит ли это, что украинские избиратели разочаровались в традиционных политиках? Ну, не скажите, у украинских избирателей, во-первых, были выборы, в отличие от нас. Во-вторых, смотрите, кого они навыбирали. У них свобода, сильная антисоветская организация, правда, у него хреновая экономическая программа, но когда дойдет до делания, они будут делать реформы. Получила 10%. Ну, получила эти 13% Кличко. Такой же антикоммунист сказал, что сотрудничать с коммунистами не будет. И Батьковщина, где кроме Юлии Тимошенко есть очень приличный прозападный политик, национальный патриот, пан Лиценюк. Вместе они все имеют 48% голосов. Коммунисты вместе с партией регионов, они будут иметь всего-навсего 40% голосов. То есть не так плохо. Плохо то, что Ющенко мало голосов набрал. Это неблагодарность, конечно. Но 40 на 48, если не купят, никакого конституционного большинства у этих российских прихвостней, бездарей из партии регионов не будет. Но вы считаете, что сами выборы были честными, свободными, справедливыми? Они, победитель всегда будет считать выборы справедливыми, а побежденный будет считать несправедливыми. Просто это соответствует раскладу. Так мыслят украинцы. К сожалению, они далеко не все рыночники. И, к сожалению, не все западенцы. Но это не такой плохой результат. Если никого не удастся купить, потому что в предыдущей ради Янукович купил очень много голосов, если никого не удастся купить, они, может быть, вперед не пойдут, но и назад не попятятся. Глядишь, Юлию Тимошенко освободят. Глядишь, их беспека, ну, это идиоты, конечно, каких поискать. Это история с Развожаевым. Они сами на себя донесли мировому общественному мнению, что на территории государства можно красть, кого попало, они не мешают. Мы, говорит, мешаем бандитам, не мешаем силовикам. А чем наши силовики отличаются от бандитов в этой ситуации? Мне не очень понятно. По-моему, это был бандитизм. Хватать человека, пусть плохого человека, прятать его в подвал. Ну, пусть не пытали, но пугали. Жаль, что они со мной не столкнулись в этом контексте. Они бы сами очень испугались. Еще одни выборы просят вас прокомментировать. На этот раз не прошедшие, а грядущие выборы президента в США. Тут вот Игорь, по-моему, да. А, Серж спрашивает. Ваш прогноз, ваше предпочтение по выборам президента в США? Прогноз, там сейчас в Соединенных Штатах всех больше всего интересует прогноз погоды. Я вчера в эфир не могла выйти, потому что провода все оборвались. И на Манхэттене вся аппаратура отключена. Прогноз сложно делать, когда разница в 2-3%. Они идут голова к голове. Ну, собственно, это ведь вечная история в Соединенных Штатах, когда республиканцы не очень опережают демократов, а демократы не очень отстают. Две половины Америки. Ничего страшного не будет. В любом случае, им будет лучше нас. Я лично проголосовала бы за Ромни. Во-первых, Обама слабый человек, и он распустил мировых негодяев, там типа Северной Кореи, разных террористов. Ну, мы уже попадаем в это число, нас тоже распустили. А Ромни сулит нам кое-какие пряники. Естественно, рыбу не дадут, удочку тоже не дадут, удилищем по голове. Но, по крайней мере, фукал поставят. То есть вы хотите, чтобы США было таким жандармом? Да. Я хочу, чтобы США поддерживал мировой порядок. От имени той самой Декларации прав человека, статуи свободы и Американской Конституции, с которой отчасти списана наша. С экономическим порядком у них совсем никак не получилось. Ну, вы знаете, они у нас пока хлеба не просят, да? Ну и спасибо. Вроде бы не голодные. Не пропадут первая экономика в мире, нам бы о себе позаботиться. И о том, что мы будем кушать, при том, что экономики у нас нет, а цены на нефть рано или поздно упадут. Это не я говорю, это все экономисты говорят. А больше у нас ничего нет. Идет просто раздача бюджета на кусочки и на подачки, чтобы было приятнее за Путина голосовать. Безумная, конечно, политика, но чего ожидать от политических параноиков и от политических шизофреников? Еще из возражений наших слушателей по поводу разговора о том, что происходит в болотном деле и как там все происходило, что ума, напоминает вам, что вообще-то во всех странах нападение и противодействие полиции, нападение на полицейского, это очень тяжелое преступление. И там преследуют всех. Тут у нас ничего нового. На улице стоит полицейский, и если стоит он рядом с ветериной ювелирного магазина, а подходит к нему громила, трахнул полицейского по голове и ограбил ювелирный магазин, это безусловно наказуемо. А беспорядки, кто у нас организует беспорядки? Акция была санкционированная. На санкционированной акции беспорядки могут устроить только те, кто эту акцию обязан охранять. Взять и устроить давку, скопление, не пропускать людей, потом гоняться за ними вплоть до кафе Пушкин. Знаете, если полиция за тобой приходит в кафе, это не совсем та ситуация, когда закон должен защищать полицейского. Здесь полиция вела себя как половцы, как монголы-ордынцы. И, по-моему, они не вправе рассчитывать на поддержку какого-то закона. Как опричники, которые ловили ни в чем неповинных людей, крутили им руки, тихие интеллигенты, которые в кафе сидели. Наша полиция, увы, на американскую сильно не похожа. Да, американский полицейский будет стрелять, если на него нападут. Но он не будет стрелять в человека, который просто поднял какой-то плакат. Мой любимый плакат, например, придуманный Дмитрием Быковым. Не раскачивайте лодку, нашу крысу уже тошнит. Ну, в последнее время не сказать, что сильно лодку кто-то раскачивает. Как-то, похоже, все немножечко успокоились. Я это предсказывала с самого начала. Конечно, запугать нашу власть это не составляет труда. Они слабонервные. И как увидят кого-нибудь на болоте, сразу в бомбрах хлопаться начинают. Но реально раскачать эту лодку можно только просветительской деятельностью. Вот когда просвещенный народ, знающий, чего он хочет и чего он не хочет, ориентированный на Запад, мечтающий о повторении гайдаровских реформ с соответствующими знаменами выйдет, и это будут миллионы, вот тогда это действительно будет страшно. И тогда сама лодка потонет вместе с теми, кто туда набился, со всеми этими крысами. А пока не страшно. К сожалению, закончилось время. Спасибо большое. В особом мнении сегодня выступала Валерия Новодворская. У нас на сайте вы можете все это посмотреть, и послушать, и прочитать. Всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok